Друзья, рады всех приветствовать на канале Телемикс. Это программа Есть Тодей. Вместе с нами этот прекрасный день по-прежнему встречает наш надежный друг и партнер. Группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта. Продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта есть вкусно. Итак, друзья, канал Телемикс, программа Есть Тодей. Сегодня вместе с вами в этой студии буду работать я, Андрей Козицкий. Ну, а еще сегодня у нас в гостях представитель компании Курьер Маркет Оксана Мишина. Оксана, очень рада вас здесь видеть. Смотрю, пришли неспустными руками, какая-то интересная штучка. Что это такое? Расскажите нам. Это интересная штучка, называется вафельница. Вафельница. Да. Сегодня, судя по логике… Вспомним наше детство. Вспомним наше детство, будем печь вафли. Совершенно верно. Получается, нам понадобится масло, яйца, соль, мука, сахар. Да, как прочитали, в принципе, вы сами как, давно вафли готовили? Пекли? Очень, очень давно. Очень давно, но всем родом из детства, ну и, в принципе, мои формы подполагают к тому, чтобы есть что-то мучное и вкусное. Поэтому мы с вами сегодня начнем готовить. Поговорим про работу, что такое, в принципе, Курьер Маркет. Потому что, может быть, для некоторых зрителей все-таки секрет, кто-то еще не слышал. Но уверен, что большинство уже все-таки в нашем городе знают, что это за компания. Итак, друзья, с Оксаной сегодня вместе будем печь вафли и болтать обо всем. Не только о работе, но и, конечно же, о жизни. Но для начала, друзья, мы предлагаем вам ненадолго прерваться, буквально на чуточку, и посмотреть небольшой информационный блог. Узнать все о важных событиях нашего города, после чего мы вернемся и продолжим готовить. Поэтому не переключайтесь. Итак, ну что ж, друзья, программа «Есть Тей» вновь в эфире. Андрей Козицкий, Оксана Вишна, как уже сказали, представитель компании «Курьер Маркет». Оксана, прежде чем начнем готовить, потому что уже чан металлический появился, в нем, я так понимаю, будем растапливать масло. Все верно. Давайте поболтаем. Что за компания «Курьер Маркет»? Что это такое, в принципе? Что мы делаем? Что вы делаете? Вы хотите узнать? Да, вот так вот. Мы дарим людям счастье для начала. Так. Облегчаем их жизнь. Что мы делаем? Мы сотрудничаем с точками. Вы сделали заказ. Мы, например, приехали, его забрали. Дома вы сидите, например, плохая погода, нет возможности оставить там ребенка дома одного. Позвонили в нашу службу, сделали заказ, и мы вам все это доставили прямо до дверей. То есть, в принципе, продукты, медицинское, да, что-то, то есть лекарства, то есть весь спектр широкий. То есть, а есть ли какие-то, например, условно вещи чуточку побольше, например, чем килограмм яблок, то есть что-то, может быть, это бытовая техника, какие-то, может быть, музыкальные инструменты? Вы прямо в точку угадали. Да, мы открыли новое направление не так давно, несколько месяцев назад. У нас еще появились грузоперевозки, потому что тоже появился спрос. Так что у нас есть полуторатонные машины, тем более еще цены к тому же очень демократичные, час 500 рублей. Есть побольше машина, 3 тонны, она уже подороже, да, полторы тысячи рублей, там, полтора часа. Как бы грузчики, все это присутствует. Также позвонили, у нас два номера, позвонили на номер, сказали, что вам надо, куда вам надо, в какое время. Потому что не всегда, да, мы можем подстроиться под магазин, который может работать и сделать нам доставку. Именно вот сидите дома, да, и ждите, там, с 10 до 5 вам привезут, а вам это неудобно. А здесь можно конкретно оговорить время, на какое время вам надо, там, на какое число вам все привезли, грузчики доставили, и все замечательно. То есть, в принципе, да, ну, я так, если правильно понял, да, могу прийти за бытовой техникой, да, правословно, купить себе стиральную машину. То есть могу не просить доставку в магазин, могу позвонить вам, то есть вы прямо привезете в любое время, чтобы я не подстраивался, там, например, под грузчиков. Все, это очень прекрасно, это очень отлично. Про компанию еще будем болтать, потому что вопросов у меня много. Как человек, который любит, что все постоянно заказываете, и который, ну, не особо хочет, знаете, передвигаться, и не только в плохую погоду, а в принципе. Вот, друзья, чтобы не быть такими ленивыми, мы сейчас посмотрим нашу постоянную и мою любимую рубрику «Подзарядка», потому что я люблю смотреть, как занимаются спортом другие. Вот, а после вернемся, ну, а пока «Подзарядка» от Александра Невского. Всем доброе утро, и с вами снова я, Светлана Золотовская, фитнес-тренер. Сегодня у нас комплекс на руки. Нам понадобится 2 бутылки по литру или по 0,5. Все зависит от вашей физической подготовки. Или гантели по 1,5 или 2 кг. Первое упражнение. Каждое упражнение мы выполняем 10-15 раз. Таких мы выполняем 3-4 круга. Исходное положение. Бутылки или гантели в руки, живот втянут, ноги в полуприседе. Гантели смотрят вверх, ладонь разворнута вверх. Делаем размотку предплечья вверх в потолок и опускаем вниз. Приготовились вместе 15 раз. Второе наше упражнение. Вам понадобится фитбол из пленок, он у вас есть, или обычный стул. Также можно сесть на диван. Исходное положение. Руки согнуты в локтевом суставе, живот втянут, ладонь смотрит на вас. Разделаем жим руками вверх, ладонь разворачиваем вперед. Таких мы делаем 10-15 повторов. Приготовились? Начинаем! Третье наше упражнение называется кувшинчик. Исходное положение. Живот втянут, ноги на ширине плеч, колени удерживаем мягкие, ладонь развернута назад. Выводим руки в сторону, немного вперед, локтевой сустав остается мягким. 10-15 повторов. Поехали! И последнее наше упражнение в нашем комплексе, естественно, напряжение. Исходное положение. Упор напрямую плечи, плампы, ноги на ширине плеч, локоть находится под плечом, ягодицы максимально зажатые, живот втянут. 20 раз толкаем попеременно, руку вперед, в сторону не заваливаемся. Приготовились? Начинаем! На этом закончили. Всем отличного дня, хорошего настроения. Итак, ну что, продолжаем. Сейчас будем болтать также про вашу компанию. Что мне нужно делать с маслом, скажите мне? Ну, для начала, наверное, его раскрыть. Не положим его. Хорошо, для начала раскрыть. Оксана, вы мной командуете, потому что я как человек, который готовит очень плохо. То есть, в принципе, вафли никогда не пек. Только смотрел, как это делают другие. Вот. И, в принципе, судя по всему, еще давно масло не открывал. Ну, вы научитесь, а я вспомню. Хорошо. Масло, я думаю, что порежем, наверное, немножечко, чтобы было проще. Да, чтобы это было даже и проще, и быстрее. Так, пока нарезаете масло. Оксана, вот прежде чем продолжить разговаривать про компанию, хотел чуточку про семью с вами поговорить, поболтать. Человек вы семейный? Да. Так, замужем. Замужем. Дети? Двое детей. Двое? Двое детей, мальчик и девочка. Взрослые? Нет, одному 6 полных лет, второй 3 полных. Вот работа, представитель компании, вот, всегда спрашиваю у наших гостей, вот, мечта детства. Кем мечтали встать в детстве? Потому что у нас сплошь рядом актрисы, певицы, медсестры, космонавты, актеры, полицейские. Вот, мечта. Какая была детства? Мы вообще озадачили, вот, честно, у меня, наверное, такого вот прям, прям-прям не было. Что, куда-то воду? Такого, да, космического. Везде что-то новое. Сами вообще с Уссуристка? Да. Да. А где учились, может быть, что заканчивали? Училась в 16-й школе, заканчивала гидромиллиоративный техникум, потом дальше уже в ГУЭС на высшее образование. Ну и потом пошла сфера как-то вот, когда торговля, да, у нас появилась, там торговые представители. Ну, много чего было. И потом вот. Вот здесь. А много времени занимает работа? Как сказать, да, конечно, работа занимает очень много времени, но все равно приходится где-то ставить свои границы. Потому что надо и семье внимания уделить, чтобы они хотя бы дети маму, да, видели. Да, и в работе, чтобы была полная гармония, чтобы все было по полочкам. По полочкам. Ну, никуда из рамок не выходило. График нормированный у вас? То есть, ну, пришли, ушли, то есть не бывает того, что задерживаются на работе? Нет, у меня такого нету, да. Если надо задержаться на работе, задерживаюсь. Как бы здесь без этого никак. Как дети, вот, может быть, уже, как относятся, что мама на работе, мама, маму, может быть, ну, обычно, потому что я как привык, то есть, большинство, да, сейчас случаев у нас во временном мире, что обычно папа работает, мама, если дети есть, мама, все, я дома, на хозяйстве и больше никуда. Занимайся каким-нибудь домашним бизнесом, там, мыло, варенье какие-то, может быть, вязание, фенечки. Это не про нас. Не про вас. Самое, что смешное, уже дети, как сказать, приняли эту профессию, да, и уже там где-то, когда играют, там, вам доставка, вам посылочка. Тем более, ребенок раньше, пока один ходил в садик, ну, маленькая вторая была, мы с ним часто по утрам, как бы, доставки делали цветов. Ему это очень, как бы, нравилось. Вот, и вон, поехали за цветочками, пойдем кому-нибудь подарим. Так что даже уже дети перенимают, да, нашу профессию и уже готовы выбрать себе, уже выбрали даже, можно так сказать, профессию. Сейчас спроси, будешь ты там космонавтом? Нет, я буду курьером. Вот, отлично. Ну что же, масло порезали. Оксана, я-то... Сейчас его надо растопить. Растопить. Так, получается, включаю мощность, наверное, на два, на два, наверное, поставлю. Сильно мощно, да, не надо, но вот... На и полтора. Ее сначала подогреем, да, чуть-чуть, и потом на двушечку посмотрим. Да, на единичку давайте, вот так вот. Так, и еще нам надо ложечку. Ложечку, все, так. Нож сейчас мы вот так вот положим, покладем на салфетку. Так, ставим сюда, правильно? А какая она там включена? По-моему, вот это вот. Я думаю, что... Да. Да, все. Можно чуть-чуть огня добавить. Добавим, все. Мы добавляем огня, друзья, ну а мы с вами надолго прервемся на небольшой прогноз погоды. Анна Матвяс расскажет, какая погода нас ожидает за окном, стоит ли утепляться. Или уже вовсю можно ходить в шортах, поэтому смотрим, после возвращаемся. О прогнозе погоды на 21 апреля в студии Анна Матвяс. О погоде все. До встречи! Итак, ну что, продолжим. Оксана, наше масло практически растопилось. Мы просмотрели прогноз погоды. Что нам нужно будет делать дальше? Вот с этой консистенцией. Ее надо сейчас будет, когда полностью растворится, убрать в стороночку, чтобы оно остыло. А мы пока займемся яичками. Так, хорошо. Оксана, еще чуточку про семью. Такая небольшая отсылочка будет. Дома часто готовите? Ну как, стандартные блюда, да. Ну что-то уже такое изощренное. Там это уже по праздникам, скажем так. Любимое есть, в принципе, блюдо? Всегда называю его топ, который я всегда готова кушать. Вот если каждый день будет на столе, прям вот всегда-всегда-всегда. Или нет такого? Есть. Что это? Наверное, картошка по-капитански. Картофель по-капитански. Ох, у меня вот пюре. То есть в плане картофеля. Ну, это оно быстрое, да, а там и мясо, и сыр, и картофель, и запеченность вот это вот присутствует. Вот поэтому, наверное, вот оно у меня. Дети. Дети как вообще? Что больше всего любят? Ой, дети так, простые. Яичницу любят. Это очень часто распространенные их блюда. Это макароны с сыром. Тем более дети растут, и у них каждый там, грубо говоря, квартал. Вкусы меняются, да. Вот я хотел спросить, вот как, когда к нам приходят гости, у которых уже есть дети, я спрашиваю, вот дети завтракают у вас? Ну, в садик, когда ходят, конечно, нет. Нет, никогда. Нет, а по утрам, да. По утрам, да. Заставляете как-то или сами изъявляют желание? Каждый раз по-разному. Каждый раз по-разному. Бывает, с утра уже голодный, проснулся, сказал, хочу кушать, вставай, готовай. Вот, а бывает, не, я не хочу. Дай что-нибудь там из фруктиков, например. Вот, да, мы всегда просто болтаем, и всегда говорю, что очень интересно, как можно ребенка заинтересовать кушать по утрам. То есть вот я помню, что я все детство никогда утром не завтракал, ничего прям не мог, то есть у меня в силу не запахнуть. Да, то есть, ну, вот с некоторыми годами приходили к выходу, что чем интереснее выглядит утреннее блюдо, например, яичница с улыбкой, тем... Хотела сказать, там, сосисечку положить, там, соуса добавить или бонус какой-нибудь пообещать, что скушаешь, позавтракаешь, да, что-то там вкусненькое, там, конфетку, печеньку или еще что-то, там, мороженка. Ну вот, как-то так. Хорошо. Так, все, масло дотопили. Хотел сказать, что я растопил, но на самом деле этим занялась плита, поэтому, в принципе, только помешивал. Что нам нужно будет дальше? Я так понимаю, что сахар, соль... Так, чашечку нам нужно. Чашечку какую? Нам нужна большая или поменьше? Чашку у нас большое количество. Итак. Дарь нам вот эту. Вот эту. Хорошо. Так, что мы будем делать с ней? Теперь нам надо 5 яиц. 5 яиц. Яйца у нас присутствуют. Теперь мы их разбиваем в чашку. Так. Может, и другой нож? А я вроде этот вытер, но смотрите сами. То есть я, в принципе, человек такой. Так. Разбиваем яйцо. Раз, яйцо. Возможно, что-то пойдет сейчас не по плану, но... А здесь ничего... Поверьте мне, Оксана, я могу испортить любое блюдо, даже самое простое. Так, яйцам нужно 5 дать. 3. 4. И, соответственно, 5 яйцо. Не знаю, почему именно вот это я не выбрал, да? Обратила внимание, да, как-то вот в хаотичном таком порядке. Не знаю, почему, сам не понял, но потом уже решил придерживаться этой методики, выбирать яйца в хаотичном порядке. Так, теперь мы их взбиваем. Мы их взбиваем, да. Масло у нас должно остыть или... Масло... До полного остывания. Хорошо. Так, ну что же, друзья, пока мы взбиваем наши белки и желтки, пока наше масло остывает, мы предлагаем вам ненадолго прерваться, посмотреть нашу небольшую, но очень информационную рекламу, после которой мы вернемся и продолжим готовить. А пока, если вы не хотите готовить сами, можете заказать еду через Курьер Маркет, друзья. Поэтому смотрим рекламу, заказываем, после возвращаемся. Друзья, рады всех приветствовать на канале Телемикс. Это программа Есть Тодэй. Вместе с нами этот прекрасный день по-прежнему встречает наш надежный друг и партнер. Группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта. Продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта есть вкусно. Итак, друзья, рады всех приветствовать на канале Телемикс. Это программа Есть Тодэй. Если вы только что к нам присоединились, напоминаем, что сегодня в студии вместе с вами работаю я, Андрей Козицкий. Ну, а еще у нас, друзья, сегодня в гостях представитель компании Курьер Маркет Оксана Мишина. Оксана, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Мы с Оксаной сегодня готовим вафли, печем вафли. Вот, поэтому, Оксана, что мы, в принципе, с вами сделали? Это растопили масло. Да, и взбили яйца. Взбили яйца. Пять яиц, забавили чуточку соли. И вот масло у нас пока здесь находится. Будем вот скоро вливать, да, я так понимаю? Потому что мы надеемся, что масло у нас застыть не успеет. Как уже сказали, Оксана у нас представитель компании Курьер Маркет. Вот, поэтому, Оксан, для тех, кто только что к нам присоединился, напомните еще раз, чем занимается ваша компания? У нас служба доставки. Привезем, забыли что-то дома, ключи, документы, все что угодно. Заболели, не можете выйти из дома. Позвонили нам, мы съездили в аптеку, и все, вам привезли, вылечили. Да, то есть, как уже говорила в начале у нас, Оксана, спектр широкий. То есть, это продукты, лекарства, какие-то средства, и уже появилось такое направление, как грузоперевозки. То есть, в принципе, вещи, которые большие, которые, в принципе, тяжело самому поднять, да, если... Ну, это сейчас актуально. Сейчас дело к лету, становится теплей, и у кого-то становятся плановые ремонты. Где-то что-то там перевезти надо, купить. Как я вам уже говорила, не надо подстраиваться под магазины, под их время. Вы позвонили нам, и под свое время, как вам удобно, сделали заказ. Сколько лет уже компания существует? Компания в августе будет три года. Три года, то есть? Как мы сформировались, да. Три года. Штат уже за это время, мы где-то, ну, порядка 30 человек там, постоянников, да. Есть, конечно, еще кто-то на подработку, да, сегодня может, завтра не может. Ну, так, основной вот штат. Постанавливает штат 30 человек. Ну, плюс-минус, да. То есть, в принципе, компания достаточно молодая, но уже такая стоявшаяся, за себя зарекомендовавшая. Потому что я вот смотрел на визитную карточку, роллы недавно заказывал. То, что, ну, опять же, я человек, который не любит ходить, честно. Мне вот привезли роллы, дали вот эту визиточку. Я вот только сейчас в перерыве, когда на рекламе обратил внимание, что та самая визитка, тоже курьер-маркет, на ней было написано. Поэтому номер, в принципе, простой, да, 37. Четыре пятерки. Четыре пятерки. Пять-пять-пять-пять-пять. Вот, поэтому звоните, заказывайте, мы вам все доставим. Итак, мы сейчас будем продолжать с вами готовить все ингредиенты для вафель. Ну, а мы с вами, друзья, прервемся на небольшой опрос. А спросили мы у жителей нашего города, что, вносят ли они какие-то интересные вещи в свою работу. Что они ответили, узнаем совсем скоро. Ну, а после вернемся, поэтому не переключайтесь. Ну, как, я работала на эксплуатацию, поэтому у меня, когда начинала эта телефонная станция, естественно, там эти приборы, самообслуживание, это тоже требовалось. Подход такой бывает и неоднозначный, когда повреждения устраняешь, там тоже мозгами шевелить, руками и мозгами. Да, конечно, были. Я занималась аттестацией рабочих мест, там творчество было. А вот по конкретнее можно чуть-чуть? Ну, мы описывали условия, вредные условия труда. Какие вредности на рабочих местах. Поэтому там надо было все досконально изучать, расспрашивать. Работа творческая. Организовывали много, да, выезжали в дубовую рощу в лагерь, делали субботники. И выезжали все, и не смотрели никто. То есть полностью управление образованием выезжало полностью все. Садили деревья. В этот раз по Суханово и дальше к ДСА. Ездили на морковку, на картоску, все вместе, это было чудо. Занимаясь творчеством с детьми, выполняем различные какие-нибудь поделки для разных конкурсов. Вот недавно был конкурс, проходил в школе, посвященный Дню космонавтики. Делали со старшим, с младшим сыном поделки. Такие хорошие прям поделки. Ну а так, творчество. Опять же с детьми вечерами лепим, рисуем, книжки читаем. Ну, пока только так. Итак, ну что, продолжим. Что нам нужно теперь, Эксон? Так, теперь нам надо сахар. Сахар. Стакан сахара и перемешать с яйцами. Угу. Так, сахара стакан, помню, или нет? Я потому что всегда вот в граммовках... Ну, в среднем это 200 грамм, да, скажем так. Да, вот я вот, когда всегда читаю рецепты, мне всегда кажется... О, кубик, да, попался? Угу. Ну, вот кто-то подбросил нам кубиков сахара вовнутрь. Так, сахара. И, возможно, целых даже два такие. Сахар с сюрпризом. Угу. Вот. То, что мы их... О. А там три кубика. Вот такую головоломку мы вам, Оксана, приготовили сегодня, как в Форт Боярд, буквально. Вот, нужно найти... Так мы их не размешаем, эти кубики. Так, я всегда вот, когда читаю рецепты, мне нравится, когда пишут, что там у готовить, варить до готовности. Или там на глаз. На глаз. То есть примерно, да. И я всегда думаю, а сколько это примерно, и как мне понять, что это до готовности. Вот, все, кубики высыпали обратно. Что-то там еще у нас упало? Кофе. Кофе. Вот, а кто-то в этой студии попивает кофеек. Мне кажется, пока камеры выключены. Я думаю, этого хватит. Так, сахар. Так, венчик. Венчик давайте. Я буду держать. Буду... Он нам больше уже не нужен. Главный по венчикам. Хорошо. Все. Так вот. Венчик убираем сюда. Так, давай. Я пока просто понаблюдаю. Можно постою, посмотрю. Потому что вафли, в принципе, никогда не готовил. Не пек. Ой, у меня это давно-давно было. Я помню, раньше вот эти советские вафельницы. Большие такие. Классные. У нас, даже здесь одна где-то была до этого эфира. Но мы не смогли ее воткнуть в розетку. Поэтому пришлось в срочном порядке вызывать другую вафлю. Современную. Да. И если бы, между прочим, была ваша визитка, то мы бы не отправляли бы нашего сотрудника домой, а лучше бы позвонили и заказали доставку вафельницы у вас. Итак, сейчас высыпаем. Процесс такой достаточно долгий. Сахар постепенно. То есть, да, мы вмешиваем. Потихонечку отвлек. Иногда бывает. Ну, я люблю, в принципе, отвлекать наших гостей на кухне, потому что сам ничего не умею, но люблю наблюдать, как работают другие. Люди. Да. Вот, в принципе, поэтому если нужен вам в Курьер-маркетку какой-либо наблюдатель, человек, который будет следить за процессом, то я, в принципе, всегда готов. Вот. Хорошо. Хотела спросить, по автомобилям, то есть, все работают на своих автомобилях или есть все-таки от компании предоставлять? Нет, у нас есть автомобили от компании, потому что не у всех, да, например, есть транспортное средство, а у человека желание есть работать. Всегда рады, всегда пожалуйста. Пожалуйста, ну, на данный момент пока... Штат набран, да. Штат набран, да. Ну, в ближайшее время будет, можно так сказать, одно местечко, точно. А так большую часть все люди на своих авто. Инстаграм, сайт что-то есть у вас? Инстаграм есть, сайты у нас нет. Нет, ну, я просто почему спрашиваю, то есть, сейчас у нас практически все что-то смотрят в Инстаграме, то есть, самое такое популярное поле там для объявлений, для того, чтобы узнать что-то интересное, узнать что-то новое. То есть, в Инстаграме, в принципе, люди могут... Что обычно в Инстаграме публикуется у вас? То есть, какие-то информации о компании или... Конкурсы у нас также бывают. Также, что мы возим, там, тоже для людей показываем, чтобы имели представление, что можно перевести. Все что угодно. Машины также, номера, реклама, все там присутствует. Можно залить, посмотреть, задать вопросы. Можно позвонить там у диспетчера, да, что-то узнать, сколько будет там та же самая доставка стоит. Если человеку неудобно звонить, он может это сделать по WhatsApp, написать. Так что наш сейчас мир полностью совершенствован. Да, то есть, открытый для общения, в принципе, да, и можно через, как это даже сказать, через любую инстанцию, да. Да. В принципе, добраться, дозвониться и узнать. Ну что же, друзья, мы пока вмешиваем, разговор еще продолжим, потому что у меня еще есть пара очков просто про грузоперевозки. Это не потому, что я крупный, а потому что вопросы действительно есть. Итак, друзья, мы пока беремся на нашу, одну из моих самых любимых рубрик, которая называется «Неботань». Посмотрим, что там состоится и в чем состоятся школьники на этот раз. Илья Ильич проведет и расскажет. После чего вернемся, поэтому не переключайтесь. С вами рубрика «Неботань» и я ее ведущий Илья Ильич. Здесь школьники меряются эрудицией. Пришла пора очередной битвы кругозоров, и на этот раз свои силы решили испытать ученики 32-й школы. Я Мохаммад Алиев, ученик 32-й школы, 10-го Б-класса. Я занимаюсь тэквондо, люблю математику и физику. Меня зовут Ковалева Анжелика, я учусь в 32-й школе, в 10-м А-классе. Занималась продолжительное время изучением языков, английским и китайским. Вам будут представлены 6 вопросов. На каждый из вопросов вы можете отвечать 10 секунд. Если время на ответ у вас заканчивается, я сигнализирую вам таким вот образом. Для того, чтобы ответить на вопрос, вам необходимо подать неусловный сигнал. И для тебя сегодня это пищащая сова, а для тебя вот эта штука, не знаю ее название. За каждый правильный ответ вы будете получать по одной конфетке. Возьмете ее отсюда. Тот, у кого в конце игры конфеток меньше, тот молодец. А тот, у кого их больше, молодец чемпион. Первый вопрос. Статусный. Назовите термин, которым обозначается лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующиеся всеми правами, обеспеченными конституцией, исполняющие все установленные конституции обязанностей. Гражданин. Гражданин. Отлично, и конфетка первая твоя. Как быстро вы ответили. Второй вопрос, характеризующий. Назовите часть речи в грамматике, которая обозначает качество, свойство или принадлежность предмета и изменяющиеся по падежам, числам и родам. Отлично. Прилагательная. Прилагательная. Ответ верный, и поэтому конфета твоя. Третий вопрос. О том, что полезно бы развивать. Как называется естественный данный природой музыкальный инструмент, звучание которого формируется гортанью? Вокал. Вокал. Нит. Твой вариант? Связки. Почти. Это голос или певческий голос. Ну, данный природой музыкальный инструмент. Ну, что вы. Так, конфеты никто не получает. Вопрос четвертый. О естественной красоте. Хвост веером, на голове корона. Нет птицы краше, чем... Павлин. Павлин. Отлично. Павлин. И конфета твоя. И вопрос пятый. О том, чем можно поделить нечто. Назовите луч, исходящий из вершины угла и делящий этот угол на два равных угла. Биссектриса. Биссектриса. И это правильный ответ. Шестой вопрос. О событии, которые важно помнить. Назовите год начала Великой Отечественной войны. 41-й год. 41-й год. Это действительно правильный ответ, как патриотично. Бери конфету. К сожалению, приходится завершать нашу передачу. Но нужно подвести и положительные итоги. Молодец сегодня у нас Анжелика. Боролась до последнего. А молодец чемпион сегодня Махамад. Спасибо вам за прекрасную игру. А вам, телезрители, спасибо за то, что были с нами. Реведерчи. Мне игра понравилась. Было интересно работать и уступать впервые на телевидении. Прекрасные вопросы. Было достаточно быстро, но это полезный опыт для меня, я считаю. Когда момент масла? Я его так долго топил. Вот, 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 все. Можно. Можно вливать? Можно вливать. Все, я просто выливаю его. Так, 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 так. Все, отлично. Ага, хорошо. Так. Ну что же, продолжим. Еще вопрос про грузоперевозок, потому что вот на обратной стороне визитки, в принципе, увидел, что, да, вот тут как бы и помощь с переездом, и перевозка стройматериалов, и перевозка бытовой техники, да, что, собственно, как и говорили. Вывоз мусора. Но я понимаю, что вывоз, ну, не так, да, что нельзя там приехать, выкиньте мне пакет. То есть это вывоз строительного, да, так понимаю, мусора? Да, конечно, ну, на грузовике, да, пакетик мусора выносить, это, наверное, будет очень круто, скажем так. А когда, да, делаются ремонты, ломаются стены, упаковываются это все в пакеты, они, конечно, очень тяжелые, сейчас мусор просто так не выкинешь, да, как бы у нас все строго. Да, строительный мусор вызываете так же, все собирается, все оплачивается, вывозится на городскую свалку, оплачивается, все, всегда, пожалуйста. Все, то есть убрать результаты стройки, да, ремонта, то есть, в принципе, к вам, да, 37-00-02, вот я даже запомнил, в принципе, номера простые. Но хотел еще узнать про географию все-таки, ну, я так понимаю, что не только Уссуриск. Нет, конечно же, география очень обширная, популярные районы, это Владивосток, Пограничный, Покровка, Галенки, ну, самая дальняя доставка, вот у нас пока, по-моему, была Лесозаводск, наверное, ну, где-то вот до этого района, потому что про Хабаровск был разговор, но человек, видать, посчитал, что очень дорого, да, это встанет, а тем более там за цветы, цветы, наверное, за столько времени не доедут, да, до Хабаровска. О, цветы до Хабаровска. Да, ну, а так, в принципе, везде, где есть дороги, куда нужно приехать, везде ездим, находка, у нас еще открытое направление в городе Артеме, там тоже. А, то есть есть филиал, да, в принципе? Да, ну, не совсем еще как бы филиал, вот только тоже начинаем потихоньку, наращиваем точки клиентов, то же самое, что будет, как и в Уссуриске. Ну, вот, я так понимаю, все равно, да, в какой-то момент тут стало, да, что доставка стала популярной, такое, в принципе, еще, насколько пользуются сейчас спросом, вообще, в принципе? Ну, у нас, во-первых, это пандемия, да, очень еще сильно людей подтолкнула, когда нельзя было где-то выходить, взрослые люди, да, уже пожилые, там, где-то боялись, не могли. Вот, в этот момент она стала еще более, больше распространенная, актуальная, и сейчас уже многие просто не представляют свою жизнь без нас, потому что это очень удобно, экономишь много времени, сидишь сам на работе, тебе купили продукты, привезли тебе домой их в назначенное место. Ну, да, это чтобы некоторые люди там не думали, да, что доставка, это просто закал, там, условно, уже готовая, ты можешь позвонить и сказать, да, мне нужна, там, колбаса такая-то, хлеб такой. Да, полностью весь список. Все по списку, и все, у тебя там уже уставляют итоговую сумму. Ну, есть минимальная сумма, да, это все зависит еще от наших магазинов, потому что даже можно там сегодня утром что-то купить, а к обеду там просто уже этого не окажется. И, соответственно, с клиентом ведется разговор, сейчас можно даже по WhatsApp, да, даже показать вещи покупаем детские, сидит мама дома не может, а ей вот там ребенку кофточка нужна. Приехал, показал, ну, отфотографировал все, тебе сказали, вот это хочу, ростовка столько стоит, все с клиентом согласовываешь, говоришь, какая стоимость будет, и едем к нему домой, до дома, все это доставляем. Вот так вот, друзья, поэтому если возникает какие-то проблемы, что вы не можете купить, что вы не можете, какой-то возможности там выйти, да, добраться до магазина, то Курьер Маркет вам в помощь, друзья. Вот тут вот нотки, мы прерваемся на небольшую рекламу, после которой вернемся, и уже, наконец-то, будем печь наш лав, потому что я уже, если честно, очень сильно голоден. Вот, если не получится, закажем доставку, все очень просто, друзья, но пока реклама. Это точно. И так, ну что, продолжим Мука, да, у нас осталось? Добавили? Или не добавляли еще? Как пропустил этот момент, засмотрелся на рекламу? Еще чуть-чуть, вот ты сомневаюсь, хватит мне, хватит На глаз же все Да, кстати, всегда говорим, что за продукты мы выражаем Благодарность нашему центральному рынку Потому что они нам их предоставляют Вот И благодаря им, вот они, яйца Вот на мука, в принципе, вот на соль Вот она, ложка В принципе, вот, но все Масло растопили, все сделали Такая прям густая консистенция Она должна быть еще погуще Погуще, добавляем муку Оксана, про отдых Хотел все-таки спросить, потому что работа работает Отдыхаете ли вообще? Отпуска есть? Пытаюсь А где обычно отдыхаете? Семьей или, может быть, сами? Ну, это все-таки с семьей, наверное Нет, конечно же, с семьей, без семьи никуда Ну, пока Ближайшие эти годы Отдыхали и, наверное, будем отдыхать На нашей приморской территории, скажем так На наших морях Хотя у нас тоже очень красивые места есть Есть некоторые очень дорогие Ну, да, мы были очень красиво Мне понравилось Мы ездили в направлении Андреевка Витязь Бухта Витязь Да, Мальдивы Мы купали там Вот так Конечно, пришлось пешочком полчаса как минимум в горочку идти Но ничего Оно того стоило Оно того стоило, да Вот есть ли все-таки поездки за рубеж? Где-то, может быть, бывали? Что-то, может быть, где-то отдыхали? Или, может быть, где хотите побывать? Нет, была только в Японии Все, что это Китай наш местный, да, скажем так Даже родители в свое время свозили в Северную Корею Сказали, что вы там забыли Ну, мы решили посмотреть Природа там тоже красивая В Таиланде была В Санкт-Петербурге была Как Таиланд? Как Таиланд? Таиланд очень четко, тепло Фрукты, все в достатке Мы были как раз тогда, как и сейчас у нас, апрель А у них такой плавающий Новый год, такой же, как у нас И вот мы попали И мы не знали, что у них Новый год А у них такая традиция обливаться холодной водой Хоть откуда, хоть со шланга, там, с ковшика, с ведра Тебя могут внезапно облить И на это надо реагировать вполне нормально Адекватно, да Но это сразу предупреждают И красками мажутся там разноцветными Это такой, конечно, прикол Отдых незабываемый получается Тоже очень, да, понравилась река Квая Полтора суток с остановками Везде побывали Конечно, хотелось бы еще вернуться Что-то не досмотрели Какие-то новые места Тем более сейчас есть дети Надо детям Показывать все Показывать мир Потому что рассказами родителей Там было классно и было круто, да Детей, мне кажется, и на коробке Да-да-да-да Вот, поэтому У нас сейчас, кстати, между прочим, сюжет Как раз таки про тайский Новый год Поэтому Будем надеяться, что Вот скоро все-таки все ограничения у нас поснимают И сможем спокойно Дай бог Отдыхать Ну, опять же, главное, чтобы на это были финансы, правильно? Работа была Поэтому, друзья, смотрим наш сюжет, после которого возвращаемся И уже начинаем печь наши вафли Будет запах вафель Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ну что? Продолжаем эфир Обожглись Чуть было-не было Чуть было-не было Хорошо Это я, потому что поставил греть вафельницу Я там с вами, Оксана Горячая? Нормальная На первой вафле проверим Поверим Итак Все хорошо Чуточку так Масло все убираем Ну что? Попробуем Я всегда боюсь Если боитесь, что первая вафля будет комом Могу вылить я Это без проблем Так Все хорошо Набираем ложечку Поближе чашку, чтобы не капало И выливаем посерединочке Можно еще добавить Чуть-чуть Угу Угу Все Пытаюсь сделать красиво Итак Я так понимаю Раньше было Надо было сильно прижимать Сейчас посмотрим, что у нас получилось Вроде можно сильно не прижимать Вроде неплохо Запахло 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 Пахнет Шикарно Пахнет вкусно Долгожданных вафель Угу Сейчас мы Ну пока Наверное Чуточку побольше Наверное все-таки Будут заливать Поменьше надо будет Поменьше заливать? Да, потому что они Угу Подбежали Значит, я не силен, конечно В этом вафельном искусстве Итак, ну что Пока Делаем вафли Еще Уже Поговорили про географию Про доставку Планы какие-то Вперед идущие Компания ставит? Конечно Вперед, вперед И только вперед Да, городов у нас много Захват Только начался Только начался, да Это Уссуриск Уже покорен, да Скажем так Артем В разработке Дальше больше Конечно Ой, а вафли наши Давайте попробуем Давайте попробуем Так, нам нужна Лопатка Сейчас попробуем Наверное лопатка Лопаткой попробуем И так Смертельный номер Добавляю, что если что Это моя вафля Поэтому возможно Она не получилась Но я скажу одно Что как минимум Она не подгорела У нас еще есть такое приспособление Давайте я буду так вот держать А вы будете наливать Вторая моя, да Посмотрим какая Да Насколько она будет Ну и вот все-таки Такой еще Все-таки Пандемия Все-таки для вас Повлияла, наверное Больше для развития Если там Может быть какой-то Другой бизнес Стало хуже Все-таки вам Стало наоборот проще Потому что Ну действительно Были ограничения Кому-то тяжело выходить Как уже говорили Да, пенсионерам Тяжело Но это с другой стороны Прекрасно Что есть все-таки Служба Которая может помочь Да в любой момент То есть доставить И опять же напоминаю Что начиная от продуктов Медикаментов Подарки и цветы То есть хотите сделать приятное То есть в принципе Я находясь например В том же самом Хабаровске Могу позвонить сюда И попросить поздравить Свою вторую половинку Там с каким-то праздником И купить ей цветов Поэтому в принципе Очень просто И друзья Есть инстаграм-аккаунт И телефон Простой Тридцать семь Четыре пятерки Да, совершенно верно Всегда обращайтесь Ватсап тоже Да, пишите по всем вопросам Номера привязаны Как вторая вафелька У нас скажите Мне вот кажется Или она толще получилась Она получилась лучше Потому что Оксана Это заливали вы В общем Друзья Мы недолго прерываемся Вы смотрите Наше следующее видео Рубрика Сейчас объясню В которой сегодня Наталья Кулькова Будет объяснять Почему яблоки Чернеют на срезе А объяснять на это Будет в формате Как 100 Красивых Прекрасных рисунков Смотрим После возвращаемся И будем пробовать Наши вафельки Поэтому не переключайтесь Каждая хозяйка В формах продукта Лишь одна миллионная Его часть Является железом Очевидно Что этого недостаточно Для потемнения Целого среза Истинная причина Кроется в наличии Такой группы Антиоксидантов Как полифенолы Именно они Вступают в реакцию С кислородом На срезе яблока Процесс Предусмотрен Природой Для защиты плода От заражения Различными насекомыми Вредителями Если к примеру Кожицу яблока Повредит гусеница Возникнет Коричневая ржавчина На месте проникновения А также Сделает фрукт Невкусным для вредителей И даже сможет Вызвать у них Нарушение пищеварения Скорость потемнения Яблочной мякоти Напрямую Зависит от сорта Фрукта И окружающей температуры Плоды сладких сортов Могут находиться На свежем воздухе В измельченном виде Гораздо дольше Не меняясь в цвете А в прохладном месте И того дольше Чтобы предотвратить Процесс потемнения Можно смазать Яблочный срез Лимонным соком Или сахарным сиропом Теперь мы знаем точно Давайте еще больше Полезного и интересного Вместе с рубрикой Сейчас объясню Итак, ну что Даже закрутили одну вафлю Получилось у нас Очень получилось Сейчас, да Вот так вот выкладываем сюда И вот таким вот Легким Горячим Движением Движением Руки Руки Все, оставляем Ее застывать В принципе Я думаю, что Должно получиться Вот Вот такие вот рожки Ну и крайнюю вафельку Сейчас приготовим Трубочкой Трубочкой, да Вот, будет три рожка Если что Мороженое мы закажем Через Курьер Маркет Да В принципе Вот такой вот На сегодня, друзья Получился эфир Напекли вафель С Оксаной Мишиной поболтали Напоминаем, что у нас сегодня В гостях была Оксана Мишина Представитель компании Курьер Маркет Компания, которая занимается Не только доставкой Все, самым необходимым Это продуктов, медикаментов В любую точку Нашего Приморского края Ну и также появилось Направление грузоперевозки Совершенно Оксана, вам большое спасибо Что пришли к нам в гости Будем рады Ждать вас здесь снова Будем уже готовить Что-нибудь с наполнением Помимо вафель Вот Ну и в принципе, друзья Поэтому, если вы что-то Не можете достать То для вас Это есть Курьер Маркет Совершенно Все Друзья, это была программа Есть Тодейт Смотрите нас каждый день По будням на канале Телемикс Если вы хотите смотреть нас По будням Смотрите нас на нашем Ютуб канале Ну а также подписывайтесь На наш инстаграм аккаунт Пишите ваши любимые рецепты А мы будем их здесь повторять Ну что Мы на этом заканчиваем Друзья Мы будем кушать с Оксаной вафли А вам всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok